Южная Корея, Япония, Казахстан и Узбекистан. На этот раз по известным причинам команды этих стран в Бурнаул не приехали, но география и без того впечатляет. Владивосток, Махачкала, Воронеж, Москва, Новосибирск и, конечно, Бурнаул. В этом году организаторы поменяли формат турнира. Ребят поделили на две группы. Будет плей-офф и матчи за первое и третье места. Турнир интересный и важный по нескольким причинам, говорит организатор Алексей Смертин. Это в память об отце, который действительно сформировал не только меня и брата, но еще и Рохина, Карпука, сыграющий сейчас в «Локомотиве» и несколько игроков лиги ниже. Это для школы важно, потому что разная игра, стиль из других городов, а только в конкурентной среде ты как спортсмен, футболист можешь расти. Игра барнаульских мальчишек сначала не задалась. После первого тайма наши проигрывали гостям из Воронежа два мяча. Как тебе игра наших? Нормально. Правда, что Барнаул проигрывает, ну не ладно, не расстраиваются, пусть и дальше продолжают играть. Все равно будем поддерживать. Игра пока идет не в нашу пользу, но все равно. Мы надеемся, что наши победят. Я думаю, игра изменится в нашу пользу. И изменилась! Как я и сказала. Видите, наша победа. И игра поменялась. Наши начали атаковать ворота. Сначала счет сравняли. А потом и вышли вперед. Болельщики ликовали. Ну что, молодцы ребятишки. Все достойно играют. Ну, хороший турнир. Окончательный итог матча 3-2 в пользу барнаульского «Динамо». Разбор ошибок еще предстоит, но тренер уже знает, почему сначала было тяжело. Ребята любят у нас сами себе проблемы создавать, не забивать, потом пропускать. Но мы уже даже к этому привыкли. Но у нас любой турнир, мы каждую игру начинаем либо с 0-1, либо с 0-2. Потом у нас начинается, включается мотор. У нас было моменты 8. Мы просто их не реализовываем. А там ответные атаки. У них 2 момента, 2 гола. У нас там 8 моментов, 0 мяча, 0 голов. Тренер поставил правильные, на остановке. То есть на второй тайм мы вышли и боролись. А какие самые сложные соперники у вас на этом турнире? Москва. Москвичи и станут следующим соперником наших юных «Динамовцев». Тренеры и сами мальчишки настраиваются исключительно на победу. Но кто станет победителем турнира, будет известно 5 августа. Именно тогда пройдет финал и матч за третье место. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.